друзья мои дорогие всем добрый день клятвы нарциссов ну и кстати у психопатов примерно тоже примерно тот же ракурс поэтому тоже здесь будет это актуально на моем канале уже был эфир на эту тему мы там с вами поподробнее с большим количеством примеров эту тему с клятвами разобрали но периодически от вас и примеры какие такие в комментариях интересные всплывают да и вообще тема то актуальности не теряет поэтому я по традиции записала еще короткое видео в котором вот эту вот тему с клятвами так сказать подсобрала сгруппировала ну что такое клятвы это знаете такое торжественное обещание торжественное заверение о чем клянуться нарциссы ну или там психопаты люди с разными другими расстройствами не врать вам больше не изменять не делать каких-то скажем так недостойных действий с финансами счета где-то не тащить не мухлевать а не забивать на ванна происходящее не игнорировать нести ответственность то есть как правило вот вот что-то вот вот в этой группе скажем так действий будет зачем они клянутся вот здесь вот уже интереснее зачем они вот эти вот клятвы подключают а потом их и не исполняет я не говорю что они прям всегда их не исполняет но очень много случаев и примеров когда это абсолютно пустые клятвы это пуслое пустое словоблудие которые только они еще больше вносит смуту и вы в очередной раз жалеете что дали им шанс что пустили их снова чтобы скажем так каким-то образом дам вы доверились им о чем они зачем они клянутся а знаете как когда они понимают что уже просто обещание не хватит уже просто вот заболтать не получится вы им не верите они такие ну ладно и теперь что-то более такое громкое проявлено еще в каких случаях они клянутся а знаете как в целом для создания такого эффектного образа я такой такая супер достойный супер порядочные у меня там ценности принципы все дела еще они когда клянутся когда они халявы хотят но это же просто ты наобещал что угодно по сути нарисовал деньги нарисовал валюту вот так вот это назовем они исполнил но ты же пообещал ты же получил желаемое а еще они клянутся когда знаете как когда есть какая-то конкретная локальная цель это для них просто инструмент вот и все что дальше а вспоминаем вот это вот истину она к сожалению про них слова дал слово забрал у них для самих себя индульгенции они грехи из себя снимают у них эмоциональное разотождествление очень хорошо работает я не равно мои слова я не равно мои обещания мои обязанности у меня надо было я для дела поклялся ночью ну как бы вот сейчас вот так но мне же надо было это другим нельзя а мне можно у них вот этот вот весь спектр включается достаточно четко что еще актуально в теме с клятвами они просто про это забывают там они нарушают то что они вам обещали и потом вы говорите ну как же так вот вот прям уже факты на лицо они как-то загнула было ну не знаю он там что-то такое вот еще их ли да просто забывают память стирается еще их любимый ответ ты все не так понял ты все не так поняла я совсем другой имел ввиду я совсем другой говорил это ты все так извернула это ты значит хотел или хотела меня вот к этому вот пригвоздить еще что они говорят когда не исполняют свои клятвы это ты все испортила это ты во всем виноват это ты мне настроение испортил это ты не создала условий чтобы я вот это вот делал как же я мог исполнить то свои обещания потому что ты такая вот нехорошая еще потрясающий их ответ когда они что-то не исполняют но вы как бы там пытаетесь с ними по взаимодействовать и говорите ну как же так вот твое обещание а вот твои противоположные действия они говорят ну и чё или и что понимаете потрясающая фраза на которую нет четкого аргументированного ответа очень сложно построить да и чё ну вот так вот вот потому что почему а потому что потрясающе еще что они делают внимание дают новую клятву раз-два-пятнадцать я это не выполнил я это нарушил но сейчас вот прям железно-бетонно зуб даю там я не знаю все все что угодно еще что они делают они предлагают вам обнулиться они говорят вам слушай ну ладно но это было и было там как бы уж смысл это все разбирать но вот сегодняшнего дня обнуляем счетчики у нас вот прям вот сейчас все будет по правильному идти только так получается что они ничего по правильному не идет а что они еще делают когда нарушают свои клятвы они начинают игнорировать пропадать то есть не то что там как-то объяснится оправдаться они вообще исчезает и вы еще их догоняете вы еще пытаетесь как-то вот выяснить что-то вы думаете может это вы что-то не так поняли еще они могут погрузиться знаете в демагогию в резонерство вот это вот в рассуждении о том как надо не надо о том как там понимать не понимать друг друга фишки нарциссических и психопатических клятв почему действительно они на вас так срабатывают почему вы даете шансы даже вопреки здравому смыслу на каком-то этапе ну во первых они подключают разного рода декораций жесты вот это вот стоять на коленях целовать кресты отрезать пряди волос подписывать кровью говорить как читать декламировать какие-то стихи и читать молитвы вот там вот все что можно поддернуть это может быть вот это вот есть землю вот вода из моего там родного какого-то места вот они любят вот эти вот очень красивые фишечки поддергивать тем более я не знаю какие-то ваши а слабые стороны то на что что на вас может сработать то что на кого на ком-то больше срабатывает там семейная тема на ком-то больше срабатывает тема там романтичности еще что они делают они тему религии очень активно могут эксплуатировать вот это вот вся тема с крестами молитвами богом а ты знаешь вот это вот на настолько я перед богом пообещала к сожалению ничем не гнушаются а потом это все нарушает что они еще делают они подключают всякого рода мистику знаешь мне приснилось а вот или вот это вот самое особое украшение вот этот самый особый знак то есть что-то такое еще почему их клятва на вас срабатывает потому что они привлекают третьих лиц вот эти вот свиты вот эти вот летучие обезьяны то есть начинают сразу скопом вас эти люди обрабатывать это ты что да посмотри как он раскаивается или ой ты знаешь ей так без тебя плохо она так не может давай уже прощай принимай давай новые шансы еще очень сложная фишка их клятв есть они сами так это называют неточность когда человек вам говорит что-то из разряда да я больше не хочу я больше не буду заставлять тебя страдать или я буду теперь внимателен к твоим чувствам и такие ну все наконец он или она понял что я имею ввиду и все будет хорошо а вам потом человек так и скажет что а ты неправильно это поняла на самом деле это просто была абстрактная фраза которая ни о чем и как и как человек ввел себя так себя и продолжает человек вести а еще что это может быть знаете такая превентивная обработка когда человек вам себя заранее рекламирует заранее выделяет какие-то свои сильные стороны вас в них убеждает а потом увидите что происходит противоположное на деле но у вас же тянет вот эта вот сторона который уже у вас наработалась закрепилась еще что они делают клятвы за чужой счет клятва я твоим здоровьем клянусь что я тебе не буду изменять я здоровьем детей клянусь я мамой своей покойной клянусь что то-то то-то и делают что хотят так что осторожней с вот этим словоблудием она к сожалению нередко мало что значит смотрите на действия любят они еще знаете как придергивать клятву как аргумент ну я же поклялся а что ты еще от меня хочешь я же тебе пообещала то есть даже сам факт то что они напряглись на клятву уже в их глазах выглядит как достойный какой-то поступок так что друзья мои дорогие помните что верить можно только фактам и поступкам сожалению словоблудия очень много не покупайтесь на эту дешевую патетику если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч